Дневной разворот Артём Гагаринов, непосредственно актёры заняты в этом спектакле И Юлия Белек, специалист по связям с общественностью Театра Наспасской Добрый день Добрый день Здравствуйте Мы когда говорили об открытии сезона в Театре Наспасской Говорили и про этот спектакль в том числе И тогда мы с вами обсуждали, для какой категории зрителя этот спектакль предназначен Потому что обыкновенное чудо очень серьёзный, глубокий, философский труд, можно сказать И мы знаем прекрасно это произведение по фильму чудесному совершенно И тогда говорили, что постановка она более взрослая, чем фильм И поскольку мы очень уважаем Роскомнадзор, нужно сказать, какое там ограничение 16 плюс Это условное ограничение, я считаю Они все условные Я думаю, зрители старше 13 лет, они уже могут спокойно приходить С родителями, например Мы говорили о том, что можно обсуждать это Это очень важно, просто такая история Все-таки надо помнить, что Театр Наспасской не оставляет традиции театров юного зрителя И всегда ориентируется на то, чтобы поколения приходили и вместе как-то смотрели и обсуждали И это очень важно, мне кажется, объединяющая история Мне кажется, это вообще мечта всех театров Ну да, да И ответственных родителей, мне кажется, тоже Артём, который заговорил с нами Артём роль медведя у него в этой постановке А медведь это первое название, собственно, этой пьесы Вышедшей в 1954-м еще Я как-то, глядя на Артёма, не думала, что он какую-то другую роль играет в этом спектакле Артём, ну скажите, вы счастливы, что вы играете эту роль? Счастлив Я польщен был, честно сказать, когда мне позволили, так скажем, работать в этом спектакле именно над этой ролью Изначально была такая история, что мы пробовали, мы по-разному пробовали разные роли Изначально у нас не было определенного человека на роль медведя Не было определенного человека на роль министра-администратора На роль первого министра и какие-то метаморфозы происходили Каждый пробовал как-то по-своему И в итоге получилось вот так вот, как получилось Я не единственный артист театра, который играет эту роль Мы вместе с моим другом и коллегой Артёмом Гукингеймером Тоже молодым артистом театра Два Артёма Да, два Артёма, два медведя И работаем в этом спектакле над этой ролью Но кто решил, что вы всё-таки косолапым-то будете? Режиссёр? Режиссёр, конечно Наталья Викторовна Красильникова Елена, а вы играете кого в постановке? Хозяйка Да Хозяйка Я просто предупреждён Я помогаю нашим гостям Не даёте сказать Вот Хозяйка Я просто, знаете, ещё предваряя все вот наши сегодняшние речи По поводу этого спектакля Хочу сказать, что вот уже летом 2019 года Будет 90 лет С той самой судьбоносной встречи Евгения Шварца и Екатерины Ивановны Если бы не было бы этой встречи 90 лет Это же просто какая-то необыкновенная дата Если бы не было этой встречи, не было бы обыкновенного чуда И недаром критики говорят о том, что это гимн всех влюблённых То есть это посвящение его Екатерине Ивановне Поэтому, знаете, когда, естественно, мы начинали работать Потому что сначала это был мой бенефис, который мы назвали чудо любви Потому что это был такой эскиз как бы обыкновенного чуда Но там настолько всё ложилось, потому что мой муж, который играет хозяина И в обыкновенном чуде Александр Королевский Он посвящал вот всё это действие мне, его жене И в жизни, и на сцене Вот, поэтому это так настолько это всё легло, это читалось Потому что весь этот праздник признания в любви был на сцене И то, когда мы работали, мы, естественно, взяли эту линию Екатерины Ивановны Шварц И Евгения Шварца И, вы знаете, мы перелопатили все письма Я читала о них бесконечно Это удивительная история любви Где вы это всё нашли? Вы знаете, всё есть в интернете Есть всё в книгах Да, 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 да Просто об этом очень мало знают Письма необыкновенные Он её называл иногда Катарин Иванович Он над ней постоянно подшучивал Он писал ей по два письма в день И ещё сейчас, вот если у меня есть время, я чуть-чуть скажу Вы знаете, настолько это потрясает, эта история любви Он до конца всё время был в сомнениях Любит ли она его Счастлива ли она с ним, вы представляете? Написав уже, посвятив ей это обыкновенное чудо И когда он уходил из жизни Он уходил и со словами Катя, спаси меня Так вот, в подтверждении того, как и она его любила Не сохранили, к сожалению, её письма Потому что она стеснялась своего почерка, своего слога Она делала бесконечные, видимо, ошибки Она просто стеснялась Она перед ним, как перед кумиром Не могла что-то, может быть, даже написать Я писала там, когда он ей говорил Катя, я тебе говорю о том, что я люблю Пишется слитно, а я не люблю Пишется раздельно То есть он постоянно её вот такими вещами подкалывал Но я хочу вернуться к любви Через буквально пять лет То есть вот Шварц ушёл из жизни Она занялась... В 1958 году Да, да, да Да, да, да Вот, и она занялась работой Потому что ей надо было издать Собрать все дневниковые записи, письма Она подготовила к печати его собрание Выпила смертельную дозу лекарства И ушла из жизни Через пять лет Это было, да, пять лет спустя Да, да, да И тоже она лежит вместе с Евгением Шварцем У неё белый крест, который она ему поставила И это, вы знаете, это гимн Я хочу сказать, вот мне очень хочется, чтобы об этом все знали Скорее всего, в нашем спектакле, ну, к моему сожалению Может, этой линии наверняка не будет Ну, сейчас так решает режиссёр Мы уже не властны Вот, хотя мне очень жаль Потому что это была бы как раз история 16+, Нашим детям надо говорить о любви Они подменяют слово «любовь» Любовь для них — это дорогие подарки Это каждодневные букеты Это сю-сю-сю-му-сю-сю, да А потом через год они там расстаются Мы не сошлись характерами А ведь любовь — это труд Это каждодневная работа И как сохранить вот эту любовь И я, естественно, за браки, за семью Я не отношусь никак к феминисткам И вот к этому свободному семейному гостевым бракам и так далее То есть для меня очень важна вот эта вот семья, да Семья вот в настоящем её понимании Который, к сожалению, сохранит... Я могу, естественно, назвать примеры И, возможно, мы сделаем такой вечер, который вот мы сейчас чуть-чуть обсуждали Потому что об этом надо говорить Ну, я чувствовала, что, безусловно, такой серьёзный спектакль не может подойтись без и вводной, и потом рефлексии на этот спектакль Конечно, он этого требует Я с вами совершенно согласна, что со взрослыми людьми, а 16-летние люди — это уже взрослые люди — способные чувствовать И самое-то главное, что в этом возрасте чувства огромной волной накрывают тоже людей И в них надо учиться разбираться Конечно Учиться разбираться И я вот здесь с вами совершенно согласна, хотя я к феминисткам отношусь Да, может быть, не известно, но отношусь хорошо Извини, там словосочетание просто гостевой брак, поясните, что такое У меня нет такого Это когда люди не узаконивают, не узаконивают, не узаконивают, да, правильно, свои отношения Так юридически это сожительство называется Ну, гостевой брак звучит как-то приятнее А, то есть гражданский брак вот этот, да? Ну, гражданский, гостевой Я могу, конечно, сказать, что я только за любовь, в какой форме она там не воплощалась Другое дело, что я, конечно, совершенно согласна, что в чувствах надо уметь разбираться, иначе это чревато много чем Прервемся на полминуты и продолжим разговор с актерами АТЮЗа Еленой Васильевой и Артемом Гагарином И Юлия Беляк специалистом по связям с общественностью Театра Наспасской Ну, вот очень хорошее, очень глубокое и трогательное вводное сейчас прозвучало от Елены Юрьевны Васильевой Я вам благодарна очень за это И, конечно, я должна сказать Артему, что я когда произносила... Я съела просто окончание, Артем, а не потому, что я помню, что он Гагаринов, а не Гагарин Я просто съела это окончание Мы говорим о спектакле «Обыкновенное чудо» Пьеса Евгения Львовича Шварца Да, совершенно верно И это очень серьезная, правда, работа, глубокая 12-13 октября в Театре Наспасской состоится премьера И билеты... Есть еще? Не знаю, есть или нет Очень мало Да, но все интересующиеся... 6 часов вечера и 12-13 Все интересующиеся сами найдут, где приобрести билеты Вот, 16 плюс стоит ограничение в этом спектакле Я согласна с Артемом в том, что в разном возрасте можно смотреть эту пьесу, ее постановку и фильм И в каждом возрасте ты находишь свое Я вот как раз вспоминала, что когда я была подростком и девочкой Я в первую очередь обращала внимание на медведя И я вообще не понимала, о чем нашел вот в этой принцессе Актриса мне казалась некрасивой, недостойной Это какая? Евгения Сиронова? Да Евгения Сиронова, да? Я думаю, это не Рива Где Абдулов и где Симонова, думала я девочка Это не в нашем случае, определенно Вот, да Ну, то есть я как девочка, я в первую очередь смотрела на эту линию любви Это мне было интересно, увлекательно И, конечно, когда я выросла, я совершенно на другую линию любви переключилась Которую сейчас Елена Юрьевна говорила И поэтому еще это тоже пьеса и спектакль для всех абсолютно людей разного возраста И как выстроены вот эти темы, как они выстроены в спектакль, вы нам расскажете сейчас Как выстроен сам по себе спектакль, эти темы любви Ну, это за меня уже сказали Вот, за главное, как я понимаю, тема отношений, истории, отношений хозяина и хозяйки Мы менее подробно ее будем раскрывать, так скажем, рассказывать о ней В первую очередь, это, конечно же, отношения, чувства между медведем и принцессой Собственно, вот это, наверное, первая любовь В роли принцессы, давайте сразу скажем В роли принцессы моя любимая коллега по театру на Спаске Александра Попова И это первая любовь, да Вот все воспоминания, все ассоциации, которые рождаются у человека Вот в тот период подростковых каких-то отношений первых Вот это, наверное, про это Вот это 16 плюс не зря, наверное, стоит все-таки Потому что я даже на собственном опыте вспоминаю, когда мне было 16 лет И что я чувствовал Могли найти в себе силы и слова, чтобы выразить свои чувства девушке? Это, наверное, даже это было не в словах, а в каких-то поступках в большей степени Потому что такие моменты, знаете, честно сказать Вот театры жизни, мне кажется, они отличаются В самые ответственные, в самые какие-то тяжелые жизненные моменты Когда нужно признаться, когда нужно сделать какой-то выбор Слова, как обычно бывает, мне кажется, они не находятся Невозможно выразить словами все то, что происходит внутри В какие-то вот острые жизненные моменты Вот эта история про то, как мужчины не могут найти слова, чтобы выразить свои чувства Она, к сожалению, разбивает очень многие отношения Потому что женщины ждут именно слов И неважно, сколько лет женщине Десять, шестнадцать, восемьдесят, сколько угодно А что плохого в том, что женщина возьмет на себя инициативу? А так и получилось, Витя, ты вспомни На самом деле И в пьесе точно так же То есть гораздо активнее была принцесса Она выражала, она просила и требовала Повезло побывать на нескольких репетициях Я как зритель буквально в данном случае выступаю Я хочу сказать, что вот эта вот линия взаимоотношений хозяина-хозяйки Она отнюдь не второстепенна в этом спектакле И как раз-таки я ее просматриваю очень хорошо Может быть, отношения медведя и принцессы более яркие, более динамичные, более взрывные Но вот эта вот глубина, которая существует Взаимоотношения между хозяином и хозяйкой Мне кажется, это очень дорого, это очень ценно И это будет очень заметно тем, у кого 16 лет остались в душе Вот, наверное, так скажем И еще один момент хотел бы добавить Вот линия, которая была затронута Еленой Васильевой О взаимоотношениях Евгения Шварца и Екатерины Ивановны, его супруги Она найдет отражение в постерах, которые мы сейчас готовим для выставки Там будут цитаты из этих писем Я думаю, что у зрителей после того, как они познакомятся с этими выдержками из писем Очень маленькими, у них просто даже возникнет желание самим с этими письмами познакомиться и перечитать Но вы укажете путь, где можно найти эти письма Ну вы знаете, кто хочет, тот найдет В интернете Письма Гугл, Евгения Шварца, супруги Да, давайте мы про это расскажем Пожалуйста, кто делает костюмы, какие они Будет ли это какой-то авангардно-современный спектакль Или это очень будет близко и похоже на то, что мы привыкли видеть и помнить в фильме Кто делает музыкальное сопровождение, которое мы так активно в прошлый раз обсуждали Кто, да, какие будут декорации, расскажите Елена, Елена Хорошо Екатерина Андреева делает и сценографию, и костюмы Наша прекрасная Катя Вот, вы знаете, работа над этим спектаклем Вот, по крайней мере, в костюмах, я хочу сказать Для нее было понятно, какие будут вот эти все персонажи Да, которые, ну, мы их так, может быть, неправильно, но назвали такими фриками Они будут очень яркие Они, потому что это тоже такая своеобразная труппа Мы, правда, недалеко отходим от того, что было на моем юбилее Вот, а хозяин и хозяйка – это реальные люди Вот, медведь и принцесса, они тоже Это, вы знаете, это молодые Шварц и Катя Ну, он посвящает ей всю эту историю Поэтому они подлинные, они человеческие А здесь такая доля театральности, все остальное Вот, этим очень интересно Естественно, очень интересная конструкция Которую зрители увидят на сцене Свет, который, я надеюсь, будет очень интересный Вот, и музыку наше сопровождение делает Цепелев Роман Прекрасный наш любимый Катя Роман Мы знаем очень хорошо, любого уважаем Да, а вот сейчас, когда вы рассказывали про свет и стонографию Артем так кивал, удовлетворенно улыбался Что там такого необычного? Грандиозные, я бы сказал, декорации Я второй сезон работаю в театре И у меня не такой большой актерский опыт Я могу сравнивать только со спектаклями В которые меня вводили непосредственно уже в этом театре И которые я играл в институте Здесь такие... Я даже не знаю, как это одним словом описать, какие декорации Скажу многофункциональные, во-первых Это 3D без очков 3D без очков, правда Там в свете, в этом... Я не знаю, как правильно его называть Ну, давай не будем всех секретов Ну, чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть 3D интересно Я уже понимаю из этого, что необходима, конечно, многослойность И свет здесь играет очень важную роль, если не основную Еще есть один момент, что у нас открытое пространство У нас не будет кулис У нас будет все открыто У нас задействованы какие-то вещи вне вот этой классической сцены Вне вот этой... Пограничной уже с залом Да, да, да И это дает какое-то еще более глубокое погружение Вот весь материал, в спектакль И такого еще... Нет, я помню, что было на Ромой Журетик Такое было Такое было, да Нет, и не Ромео, Джульетта даже Я хочу сказать, много-много лет назад В этом театре я уже 33 года Грандиозный был спектакль Александра Павловича Клокова И художника Данилова Когда было задействовано все пространство Здесь, вы знаете, тут будет просто открыто пространство Но не задействовано А у нас был такой потрясающий спектакль «Мольер» Где работали колосники Где актеры выходили с колосников Спускались с лестниц Это был целый мир Грандиозный Вот здесь, конечно, ну, по крайней мере, видите У нас есть с чем сравнивать Вот А ребята молодые, конечно, вау Ну, это и здорово Театр же Ну, то есть это же все такое дело Ну, молодым нравится, когда ярко, необычно Конечно, конечно, конечно Выход за рамки за границей Конечно, безусловно Сейчас, когда вспоминаю спектакль Театр Наспаска Я так жалею, что я в свое время не ходила активно в театр Потому что вот младшего сына, Клокова, я учила в Вятской гуманитарной гимназии Когда только-только пришла после вуза, Сережа И была знакома с супругой, которая тоже работала в Вятской гуманитарной гимназии И мы там, конечно, очень активно общались Но в театр я не ходила И ни в какой, ни в драм, ни в тюз в то время, никуда Я очень жалею об этом Поэтому мы, когда об этом рассказываем, о спектаклях, о премьерах Когда представляем актеров, когда пытаемся разбирать смыслы, которые закладываются Конечно, неглубоко в рамках эфира многого не скажешь Но я просто хочу сказать, люди, слушатели Ходите в наши театры Правда, вот в любые наши театры ходите Обсуждайте, принимайте любые свои эмоции Понравится, не понравится Это абсолютно все на пользу Потому что вот когда в такие, особенно вот в такие осенние грустные дни, как вчера был Он был даже где-то страшный просто ураганный ветер, дождь Распоративный Я тебя огорчу, они еще будут Ну, еще будут Еще будут И вот, понимаете, немножко даже кухни расскажу Вчера составляли вопросы нашему руководителю администрации Лея Ширкину, который придет в четверг И все редакции в этом настроении думали, надо его спросить А что он делает вот в нашем сером, грязном иногда городе в такие дни? Ходит ли он в театр? Ходит ли он в театр? Была он на премьерах, например, в театре «Нас Паской» Нам это тоже интересно Смотрел ли? Да, вот он придет, я обязательно спрошу, Юль, правда Я вот скажу, вы знаете, что обыкновенное чудо будет в театре «Нас Паской» Вот это, вот не сидеть дома у телевизора, да, и не расстраиваться по всем возможным поводам Сходить, посмотреть обыкновенное чудо Ну, тут, знаете, вот возникает вот этот вот неизбежный такой рубеж, который говорит о том, что я кино видел А вот я хочу сказать, что это вообще, как говорят в Одессе, две большие разницы То есть театр и кино сравнивать невозможно Невозможно, потому что вы можете тысячу раз пересмотреть фильмы, увидеть одно и то же И вы сможете посмотреть тысячу раз один спектакль, увидеть все время разные спектакли Мне кажется, что это очень здорово, это очень важно, и это живое Вот это вот ощущение, которое пронизывает тебя, когда что-то идет со сцены и от тебя идет Кстати, а вот вы ощущаете то, что идет из зала на сцену? Конечно, конечно Да, Юль, я чуть-чуть перебью Я хочу сказать, вы знаете, и сейчас уже вот то время, ну, когда мне лично хочется, чтобы мне не просто сказать Ой, как нам понравилось, как мы тут посмеялись, еще хуже поржали, вот, или там поплакали, порыдали А мне очень важно, чтобы человек как бы пробило сердечную мышцу, а потом он вдруг задался бы каким-то вопросом Вот в данном случае с обыкновенным чудом мне хочется, чтобы каждый спросил себя, может быть, друга своего А что ты сделал ради любви к ближнему? Об этом говорит Шварц гениальными крылатыми словами Вот, и ведь каждый человек может... Вот я не прорыдал, просидел, да, или там не прозлился целый день, а что-то сделал ради любви к ближнему, ради любви к возлюбленной или возлюбленному То есть вот я и про то, что вы говорили, и слова, это же тоже поступки, это же тоже поступки То есть мы что-то написали, мы какую-то там записку на холодильнике оставили или еще что-то Это поступок, это поступок Поэтому вот очень хочется, чтобы зрители у нас задавались таким вопросом Прервемся на полторы минуты и продолжим с нашими гостями, представителями театра «Наспаска» И мы говорим о премьере, которая состоится 12 и 13 октября, премьера спектакля «Обыкновенное чудо» Продолжаем наши разговоры Гелена Васильева, Артем Гагаринов, актеры театра «Наспаска», Юлия Белек, специалист по связям с общественностью этого театра И мы говорим о премьере «Обыкновенного чудо» уже в эту пятницу и в эту субботу Мы еще ведь не всю постановочную группу-то озвучили А хозяин-то кто? Да подождите, я хочу еще спросить про сценический бой Я про сценический бой хочу еще спросить, за который отмечает Дмитрий Чепушканов Да, Дмитрий Чепушканов, специалист, артист, как я помню, Тульского театра Приезжал специально, у нас такой был трехдневный мастер-класс, можно если это так назвать Как драться реалистично? Нет, ну понимаете, мы все все-таки заканчивали театральные институты И у нас, конечно, сценическое фехтование, так как один из основных предметов был Поэтому мы все помним, как драться, но не полностью Поэтому нас где-то поправляли, что-то где-то подсказывали, потому что, во-первых, разные школы Вот Артем Гукингеймер, который со мной играет роль, Медведя, и Александра Попова Они закончили Пермский институт, и у них школа, грубо говоря, можно обобщить, питерская школа фехтования сценического Я закончил Ярославский театральный институт, у меня московская уже школа фехтования Чем они отличаются? Это сейчас на два часа мы... Нет, нет, на примере... Нет, во-первых, стойкой, как стоять Во-вторых, куда колоть? То есть можно, грубо говоря, оставлять 15 сантиметров до своего партнера Это в Питере Это... нет, это, по-моему... да, это в Питере, хорошо А московская школа, это... ты колешь как бы в зону, то есть рядом, допустим, если тебе нужно уколоть плечо, ты колешь вот сюда вот в плечо Сбоку-сбоку Сбоку, да, грубо говоря Вот так вот За три дня мы придумали вместе бой, еще когда не было даже полностью декорации Потом мы декорации обживали параллельно фехтуя Вот как-то так за три дня мы смогли, справились, сделали, и, по-моему, получилось очень неплохо Можно я добавлю? Я наблюдала, иногда приходила и наблюдала то, как... напомню еще, как зовут вашего тренера? Дмитрий Чепушканов Да, Дмитрий, да, наблюдала как раз за этими мастер-классами Я хочу сказать, он же актер по своей первой профессии И плюс еще вот сейчас педагог, такой мастер по фехтованию Он сделал этот бой не просто, ну, как вы сказали, реалистичным боем Он сделал его актерским Там много очень таких актерских оценок То, как она где-то боится, где-то она... То есть на него смотреть одно удовольствие в плане того, что там все между строк еще читаешь Напомним, что фехтуют и бьются принцесса с медведем Конечно, да, это диалог между... она принцесса, этот медведь, он не понимает, с кем он дерется Но там он очень... вы же не видите себя со стороны Это очень интересно, я его смотрю как диалог ваш Ну, конечно, мы специально, целенаправленно делали так, чтобы было понятно зрителю Что, кто чувствует, как, зачем, почему, от чего, чтобы на все эти вопросы находились ответы вот нашим этим боям Это для зрителей, которые иногда не понимают О, здесь они подрались, тут они что-то еще А ведь это такая работа колоссальная Это спектакль в спектакле, если можно так назвать Можно я теперь второй раз задам этот вопрос? Кто у нас муж? Муж, знаете, очень здорово, когда задают этот вопрос главный администратор А кто у вас муж? А муж кто? А муж кто? Волшебник Так вот, в данном случае, на своем юбилее я говорила, королевский муж Вот так и есть Хозяин Александр Викторович Вы знаете, в театре не принято с отчеством, мы говорим обычно имя и фамилию Как и у нас тут вообще Да, в общем-то, да Вот, поэтому даже таких, скажем так, маститых людей Заслуженных, да-да-да Мы все равно называем Александр, Елена и так далее Так что вот, Александр Королевский, хозяин Ну, это, безусловно, не первый случай, когда вы вместе с супругом на сцене Конечно Да, а вот в чем фишке, может быть, вот необычность вот именно этой работы? Да Какие-то новые эмоции, чувства как-то менять себя приходится? Нет, вы знаете, есть режиссеры, которые не очень любят, когда играют супружеские пары Вот, я хочу сказать, что мне необыкновенно с ним интересно и трудно Потому что у нас какие-то бывают споры, мы злимся друг на друга Но мы, конечно же, оставляем нашу профессию дома, стараемся ее не касаться Но это все равно висит в воздухе Но, вы знаете, мы настолько чувствуем уже друг друга за 33 года И вот я уже вижу, просто когда ему там не очень хорошо, он себя чувствует уже, как Александр Королевский На самом деле, это же все неотделимо, да, персонаж и человек Ну, надо сказать, что хозяйка с хозяином-то тоже в процессе спектакля Конечно, да И они и ссорятся, и молчат, и сердятся, и потом мирятся, и он ей что-то доказывает, а она от него ожидает чего-то Вот, хорошо, а кто у нас министр? Администратор Администратор Министр администратор Ирик Нязыч Нет, давайте скажем по имени Ирик Галямов Да Вот, замечательно работает Он, конечно, такой, у него такая актерская природа Вот в первом, я все время про свой юбилей, это ужас какой-то Так вот, в первом, да, в первом случае, да В прошлом году мы, да Его так мало людей посмотрело, на самом деле, даже немножко расстроились, кто не попал Так вот, он играл как раз в этой версии «Медведя» И это было открытие Галямова, вот Юлия подтвердит А сейчас, вот, то есть такая прекрасная метаморфоза Он из «Медведя» переквалифицировался в министр-администратор Очень хорошо Да Такая Это грань такая Практически Такой психологический ход с разных сторон Король? Король, да, я еще хочу сказать, хозяйки у нас не только я, есть еще актриса Наталья Сидорова Наталья Сидорова Вот, ну так получилось И, в общем-то, хорошо всегда, когда есть пара Потому что есть такая взаимозаменяемость Это тебя двигает вперед, мне кажется Конечно, да, конечно Это здоровая конкуренция, мне кажется Да, да, и когда ты чувствуешь себя нездорово И в каких-то таких случаях Очень хорошо, когда есть человек, который тебя заменит Вот Короли, у нас их тоже двое Это Алексей Хорев и Александр Триасцин Совершенно два таких, можно сказать, полярных Короля И внешние Но короли, да? И внутренние Короли, конечно, конечно И кто вас еще интересует? Кто еще в спектакле занят? Меня интересуют, вы знаете... Александр Карпов, Евгений Летиков, Ника Курзин, Ирина Дрозов Вы знаете, там много-много-много персонажей в спектакле Но вот в любом случае, Юля совершенно права Конечно, все будут вспоминать замечательный фильм И я не зря про музыку спросила Все-таки что-то используется или вообще ничего не используется? Все совершенно другое Стилистика самой музыки Вот это вот все никак не пересекается совершенно Потому что музыка же в самом фильме задает очень много Да и в любом спектакле она задает очень много Здесь будет другое настроение, я так понимаю Это очень интересно Про музыку не расскажешь Только можно услышать Я разглядываю афишу Там центральный объект это мишень И вместо десяточки, вместо яблока, сердце Кто это придумал? Екатерина Андреева Екатерина Андреева, да? А у нас же, помимо всего прочего Вот в фойе перед спектаклями уже сейчас И перед спектаклем, который будет премьера 12-13 числа Можно будет приобрести открытки авторские Которые разработаны непосредственно Катериной Андреевой Подписать их и театр в любую точку земного шара Отправит их Так что, пожалуйста Все время придумайте что-нибудь такое доброе и хорошее Совершенно бесплатно отправят Но открытку, конечно же, надо будет купить Это символическая плата Мы уже отправили А ящик-то у вас висит почтовый там Да, да, да То есть это очень приятно То есть нас опять вот к чему-то такому доброму Опять к какому-то поступку Нас театр все-таки ведет То, что надо написать Надо не позвонить, не написать Не напечатать в интернете А от руки И чтобы тебе пришло в почтовый ящик Страшное дело Я боюсь Нет, не бойтесь Напишите, пожалуйста Сразу столько шварцев на меня найдется Идея созрела, помня о том Вот о чем Елена говорила Что насколько важно в жизни человека любовь И действительно найти свою настоящую вторую половину Может быть устроить какой-то отдельный показ Этой пьесы для одиноких сердец Ой, Володя Как-то промо-акцию придумать Почему ты озаботился о таких вопросах? Возможно, а почему бы нет? Если вы станете ее инициатором А вот, пожалуйста, я же это объявлю торжественно Душевно Это было бы, в общем-то, очень неплохо А у меня другая мысль возникла в процессе Я-то как раз хотела сказать, что Володя говорит, для одиноких сердец А я хотела сказать, что, наверное, спектакль очень будет полезен Для тех, кто на грани В семейной жизни На грани разрыва Потому что вопрос о том, чтобы задуматься А что ты сделал для предмета своей любви Вспомнить всю историю А там же воспоминания, как мы были молодые Ты помнишь, как я тебя завоевала? Как я тебе? А ты помнишь, как мы спорили Вот эта вот битва, да? Сражение И что сейчас? Ведь мало что на самом деле изменилось И пока это есть вот этот нерв напряжения Любовь существует, правда? Вот эта вся история Поэтому, опять же, для всех, Володь Для всех Для всех спектакль «Обыкновенное чудо» Премьера 12-13 октября В Театре на Спасской Следующие показы уже определены? То есть вот 12-13-то я смотрю в афишу? Это нужно будет смотреть, да Это нужно будет смотреть на сайте Афиша, да, на сайте Театра на Спасской Елена Васильева Спасибо Артём Гагаринов Юлия Беляк Спасибо Дневной разворот завершён Через 20 минут программа «Особое мнение» Особое мнение с гостем Депутатом Гордумы Владимиром Журавлёвым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...